всех приветствую на своем канале вы на канале даша from russia сегодня у меня в гостях маргарита она живет в польше и как-то раз она брала у меня интервью на тему стоматологии она тоже ассистент стоматолога как и я поэтому мы сегодня узнаем о том как же она поживает в польше и как давно она переехала и ее впечатление о переезде привет рита всем привет у меня к тебе есть первый вопрос расскажи пожалуйста немножко о себе я из беларуси в беларуси родилась в беларуси жила первые там 35 лет в беларуси закончила школу университет потом еще раз университет успела поработать родить двоих детей ну и потом собственно переехали в польшу отлично как давно вы переехали в польшу а в августе будет три года то есть два с половиной понятно расскажи пожалуйста какие бывают способы переезда официальные в польшу допустим из стран снг или допустим из россии или из беларуси как можно переехать ох тут у нас не совсем типичный случай мы переехали так как у мужа польские корни его мама и родные бабушка с дедушкой поляки мы как бы по этой линии хотя наверное немножко не так по этой линии мы здесь легализовывались а переехали мы муж по рабочей визе а я по студенческой от полициальной школы это такая школа после лицея здесь как бы система образования 8 лет базовая школа потом идет 4 года лицей и потом можно идти в университет ну а для тех кто ну можно сказать не дотягивает до университета либо может быть хочет рабочую какую-то специальность получить либо для таких как я взрослых уже вот есть полициальные школы пусть написала в ну во многие полициальные школы польши и вот одна согласилась прислать мне такое приглашение что якобы они меня заочно зачисляют при том что я вообще ни одного слова по польски не знала это было очень удивительно для меня ну и я подалась на визу мне ее одобрили и собственно по вот этой студенческой визе приехала я а детям дали визы автоматом как бы ну вместе со мной понятно а твой муж получается делал рабочую визу расскажи пожалуйста как можно получить рабочую визу в польше рабочую визу просто получить находишь работу и тебе тоже присылают там какое-то письмо и ты подаешься с этим на визу я поняла я слышала и как-то даже хотела сделать себе такую рабочую визу в польшу что есть какие-то агентства которые помогают это сделать вы обращались каким-то услугам такого агентства или вы сами искали да честно говоря уже плохо помню как это все происходило насчет мужа визы но вроде бы да делали агентство но там такая ситуация что если ты делаешь эту визу для того чтобы потом кататься в польшу да на выходные то рано или поздно ну могут как бы тебе ее просто зачеркнуть потому что так делать нельзя если ты уже сделал рабочую то наверное желательно приехать работать муж тоже делал рабочую но не работал потом в компании в которой он делал эту визу а нашел другую компанию которая больше подходила поняла скажи пожалуйста в каком в городе живете мы живем во вроцлаве поняла хорошо сколько там население по данным последним когда я смотрела было 650 тысяч но это было до всех этих событий когда сюда граждане украины приехали слышала что около 200 тысяч приехала то есть ну одна треть населения вроцлава приехала из украины поняла хорошо у меня есть немножко такой вопрос финансового плана и может быть ты припомнишь когда вы переезжали сколько примерно нужно брать с собой денег для того чтобы хотя бы на какое-то время хватило этих денег на первое время допустим может поделиться это наверное у каждого по-разному каждого свой уровень жизни кто-то привык одному кто-то к другому кто-то переезжает один мы переезжали с двумя детьми собака и котом вот зависимости от того какую квартиру ты будешь снимать потому что нужно заплатить за ну сразу за месяц плюс еще кауца это может быть она может быть больше чем месячная аренда вот первое время муж у меня только работал я пошла учиться то есть получается ну как бы и меня нужно было содержать вот поэтому ну так так тоже покупаешь ты машину тут сразу или ездишь ну понятно хорошо но минимальные какие-то вот допустим траты вот сколько к примеру у вас сейчас стоит жилье ну не у вас вообще в целом допустим самый минимальный однокомнатная квартира сколько будет стоить тоже не могу сказать тоже по-разному мы снимаем она у нас считается двухкомнатная но она двухэтажная и ну вот на первом этаже у нас кухня с салоном как бы а на втором этаже две маленькие комнаты детские мы платим на доллары это наверное около 800 ну понятно в принципе все очень сильно поменялось за вот эти три года то есть когда мы приезжали приехали это было вот одна польша а сейчас уже немножко другая и по ценам и и вообще по всему понятно цены получается выросли сильно очень и на жилье да и и спрос на квартиры во вроцлаве очень тяжело найти квартиры а как вообще можно допустим искать квартиры в польше через какие-то сайты можно назвать несколько сайтов может быть где вы искали ну на улы иксе можно смотреть это такой не знаю знаменитый сайт в польше фейсбуке они очень сидят там marketplace этот там тоже квартиры но мы вообще так как ну муж немного занимался польским перед переездом я вообще не знала язык мы обратились к риэлтору женщине из беларуси ему нам квартиру нашли на квартиру а сколько стоили услуги риэлтора все так половину месячной аренды понятно хорошо расскажи пожалуйста про язык вот ты уже живешь там три года ты не знал язык как ты начала его учить и сейчас вот спустя три года какой у тебя уровень ты свободно все понимаешь говоришь да понимаю абсолютно все во первых надо начать с того что польский на слух очень похож на белорусский поэтому это не английский где ты или знаешь или не знаешь тут можно было догадаться вот поэтому и так как я после приезда через неделю уже пошла учиться хоть язык я и не знала но процессе учебы очень сильно то есть ты целый день сидишь учишься на этом польском уже под конец у тебя пухнет конечно голова но это очень очень важно быть в среде и тогда этот язык ну как бы легче дается вот а через четыре месяца я уже устроилась польскую стоматологию ну и там естественно еще еще лучше этот язык пошел но я думаю что где-то вот полгода мне понадобилось чтобы уже может быть год чтобы не напрягаясь вот не не думать что ой сегодня мне целый день там надо будет польский язык слушать и все понимать и на работе тоже первое время у меня просто болела голова потому что я сидела и слушалась что мне скажет врач не дай бог там прослушать или не то понять вот ну где-то через год уже вообще на релаксе и ну теперь уже вообще все равно на каком языке там ты слушаешь а как дети с языком вообще расскажи сколько детям лет а значит когда мы приехали старший был 11 а младший в первый класс здесь пошел младший вообще очень ну влился быстро то есть через полгода года уже учительница сказала что он не отличается от детей поляков что он как найти в спикер вот старший немножко сложнее было тут еще наложился переходный возраст смена страны смена школы смена языка ну было сложновато сейчас уже конечно влилась и друзья появились и все в принципе хорошо отлично а как вообще вот устройство детей в школу какие документы нужны для этого чтобы в школу ребенка пристроить важно то где ты снял жилье и как бы какая школа к этому жилью относится туда тебя в принципе должны взять они ходят пешком сами какие документы нужны были на тот момент мы приехали по визам виза нужна была какую-то мы справку привозили с белорусской школы переводили ее но в принципе она им наверное не ну наверное они ее посмотрели куда-то там себе приложили то есть ничего такого даже мед медицинских никаких там прививок ничего не требовали а как вообще к детям отношения в школе среди польских детей как-то они выделяют что приезжие дети или поначалу может как-то сложно было или все нормально не было жалоб у детей на это ну у дамира у дамира у младшего точно не было потому что все первоклашки все они пришли с разных мест разных садиков как бы никаких там различий особых не было плюс ему очень повезло с учительницей даже он ее называет она слишком добрая она брала он же тоже языка не знал то есть мы вообще не готовились к переезду как-то это все так спонтанно было вот и она брала даже google переводчик и вот первое время она ему переводила что-то писала по-польски ему переводила он читал по-русски вот у дарины у старшей сложнее то есть я думала что ну мы едем в европу там как вот я слушала блогеров американских что сюсюкаются с детьми там все помогают нет у дарины абсолютно картина в первую неделю она там получила двойку по истории при том что она не знает языка ну как бы вот сначала меня это да шокировало так и я по старой привычке из беларуси что если что там можно жалобу какую-то написать но начала писать классный на что она мне ответила мы не можем ее оценивать ну как-то выше других детей то есть раз она пришла в школу она оценивается по той же системе что и все не делаем мы скидку на то что человек не знает языка ну не знаю конечно по самооценке ей ударило это все потому что в беларуси она была лучшей ученицей отличницей но а здесь получается на уровень съехала ну ничего потом втянулась как-то это все устаканилось сейчас все в порядке уже в какой класс она ходит она ходит восьмой и это уже заключительный класс то есть у нее вот будут экзамены уже выпускные а после восьмого класса что она должна будет делать после восьмого класса можно идти типа как у нас техникумы а можно идти в лицей это ну как высшая школа четыре года и после лицея уже в университет можно это все бесплатно или можно нет бесплатно не бесплатно отлично хорошо расскажи пожалуйста вот ты учишься в этой школе сколько тебе нужно учиться я приехала я пошла учиться на ассистентку пришла это вася приехала я учиться на ассистентку на ассистентку училась год а потом поступила на ну как поступила это громко сказано поступила просто подала документы на гигиенистку и вот тоже у меня в июне будут выпускные экзамены на гигиениста два года учиться расскажи пожалуйста поподробнее сколько стоило обучение все сложно не сложно вообще она практически бесплатная то есть ты там выбираешь либо платно но эта плата такая ну получается на доллары может быть 15 долларов за месяц ну то есть это копейки либо бесплатно но тогда ты сам покупаешь какие-то материалы на практические занятия так как я приехала без языка без всякого опыта в стоматологии то я подумала ну где я буду искать эти материалы я выбрала платные ну и платила вот эти вот там 15 долларов в месяц а уже на гигиенистку я выбрала бесплатное обучение ну и какие-то там материалы покупаю большой ажиотаж на эти специальности или это не требует не пользуется особо популярностью вот когда я начала тут польшу рекламировать этот керунок мне кажется что ажиотаж теперь большой ну чего профессия хорошая то есть когда ты переезжаешь в польшу у тебя выбор ограничен но если ты айтишник и там работаешь удаленно туда ты здесь тем же занимаешься если ты ну простой человек начинаешь с нуля то у тебя выбор или идти там на завод и грубо говоря пахать с утра до вечера либо вот можно пойти в школу получить вот такую вот рабочую специальность а ассистентки требуются ну в вакансиях очень много вакансий на ассистентов то есть работу найти вообще не проблема ну я выбрала этот путь в принципе не пожалела мне нравится ты получается переквалифицировал с инженера на медицинского работника ну да получается нет потому что я не уверена что здесь бы мне легко было во первых я не скажу что мне очень нравилось я работала в агентстве по госрегистрации в беларуси потом в риэлторском агентстве думала в риэлторском здесь начать работать но как-то подумала что не зная языка я все равно буду искать русскоговорящих клиентов и не продвинусь в этом вот ну и в общем пошла по медицинской я люблю что-то новое пробовать и у меня пошло ну это хорошо расскажи пожалуйста про ассистентство немножко вообще как какие заработки в целом в час оплата какая идет у вас за ассистентство из гигиенистов если знаешь здесь не так как в америке то есть у вас ассистент и гигиенисты это совершенно ну как бы разные специалисты и разно оплачиваются здесь ассистентка и гигиенистка это практически одно и то же знаю что сейчас рассматривается какой-то закон где гигиенисты будут у каждой будет свой номер там будут они регистрироваться большую ответственность нести за свои процедуры может быть тогда это изменится пока что девочки которые заканчивали гигиенисток многие работают просто ассистентами даже не никакие процедуры не выполняют вот а те кто выполняет они получают какой-то процент от процедуры скажем если 300 злотых стоит процедура то они там допустим 20 процентов от этого имеют от каждой процедуры а так зарплаты невысокие от 20 до 30 злотых в час сколько это ну короче может от 5 до 10 долларов так получается немного да скажи пожалуйста если допустим это получается сопоставимо с людьми которые работают ну вот средняя зарплата помогает допустим работ который в магазине или там официантом это сопоставимо я думаю что да сопоставимо наверное в магазине можно заработать больше если ты там работаешь как-то сутками или по 12 часов то есть у меня в принципе рабочий день считается восьмичасовой но с пациентами мы только шесть часов ну еще час до и час после считается что ты там что-то убираешь готовишь стерилизуешь вот то есть ну не очень напряжно не то что там 12 часов без остановки работать а вот гигиенисты вот ты говоришь что они особо ничего не делают а с какой смысл тогда им учиться на гигиениста если они ничего не делают нет ну тот кто хочет работать например я сейчас заканчиваю с целью вообще перейти только в гигиенизацию и больше не ассистировать но просто как то тут так система создана что ну не знаю не ценится что ли этот специалист не считается он ну специалистом на уровне врача почему-то их вот принизили до уровня ассистентов не знаю почему так такая тут вот такая тенденция получается в основном гигиена делает стоматолог да терапевт стоматолог да вот вот может быть отчасти поэтому потому что стоматологи забирают эту работу и конечно же ну я вот например будучи пациентом наверное я выберу стоматолога хотя сейчас смотрю как делают стоматологи то есть нас например два года учат делать этот скалинг это пескование мы два года этому учимся а стоматологов же в университете два года не учат ну учат совсем другим вещам серьезным да ну то есть почистить зубы это не так сложно как там каналы вылечить вот ну а здесь врачи не хотят делиться не отдают свою работу может быть отчасти поэтому вообще как у вас уровень стоматологии хороший нехороший но вот тебе нравится как допустим врачи ведут прием как они какие у них качества пломб там допустим рецидивы какие-то есть или нет мне сложно судить потому что в беларуси я только как пациент была в стоматологии и вообще не обращала внимание на то что происходит вокруг то есть сейчас когда я поехала в беларуси пошла к стоматологу к своему я совершенно была другим пациентом потому что я понимала что вообще делается вот очень зависит от врача я поработала уже в двух стоматологиях и ну с десятком врачей поработала некоторые врачи мне не нравится как принимают как и что они там делают а врач вот с которым я люблю например работать сейчас с которым больше всего работаю мне очень нравится качество ее работы подход к пациентам то как она относится как она консультирует ну все все очень нравится то есть зависит от человека не от страны а вот как бы какой у вас контроль идет за приемом врача там есть какой-нибудь главврач который проверяет качество работ или просто все работают как работают никто не проверяет ну я работаю в приватной клинике наверно больше никто не проверяет но у нас есть камера наверно если кто-то пожалуется то там что-то просмотрит вот ориентируются на отзывы в интернете то есть на одного врача вот был не очень приятный отзыв что не деликатная ну как бы ну с ней поговорили вот ну а такого такого какого-то контроля свыше то есть у нас есть шеф владелица стоматологии она раз в две недели приезжает тоже ведет прием но сказать чтобы она там как-то контролировала нет поняла хорошо про работу понятно расскажи мне пожалуйста еще у меня вопрос есть насчет гражданства вот ты говоришь что вы подтверждались по корням да по польским что через мужа все эти документы вы собирали и все делали какие еще есть варианты получения гражданства прожить здесь лет десять наверное я точно да если если ты прям с нуля приезжаешь вот ты подаешь на карту побыта сначала ну временный вид на жительство потом по этому временному по моему они лет пять живут потом они получают всталый побыт там года три и вот тогда уже на гражданство ну то есть по моему лет восемь-десять надо если ты без там без корней без без замуж а расскажи пожалуйста про вот эту программу про которую вы переехали поподробнее немножко может люди тоже захотят узнать на эту тему ну нужно документальное подтверждение того что или мама или папа или бабушка и дедушка вместе родные поляки то есть именно чтобы у них там свидетельстве рождениях было написано что национальность поляк вот есть вариант еще со своей страны сделать карту поляка говорят это проще а потом здесь и и уже сразу приезжаешь и меняешь эту карту без всяких собеседований на на постоянный вид на жительство живешь по этому виду на жительство год и подаешься на гражданство но когда мы решили переезжать это был двадцатый год как раз начался этот коронавирус и у нас в беларуси отменили вы ну подачу вообще документов на эту карту поляка и мы приехали ну то есть вот как я сказала по рабочей по студенческой а уже здесь сразу предъявили документы доказательства того что у мужа мама и бабушка с дедушкой поляки у него было собеседование ну еще пакет документов там определенный был и ему дали постоянный вид на жительство он с этим видом на жительство прожил год и подали мы на гражданство он с детьми получил гражданство а я как жила на временном виде жить на жительство так и живу до сих пор мне нужно прожить три года с мужем поляком чтобы получить постоянный вид на жительство и потом еще два года на постоянном виде и тогда я могу подаваться на гражданство вот то есть у меня это дольше времени займет ничего себе посылка дискриминация вы вроде как одна семья но тебе не дают да но у меня нет нет польских корней у меня только белорусские понятно хорошо так это я поняла можешь рассказать пожалуйста еще какое отношение мне кажется это зависит от круга общения то есть ну как бы я вот была там в одной стоматологии до с интеллигентными хорошими очень добрыми людьми я перешла в другую стоматологию тоже с умными интеллигентными людьми которые понимают вообще что происходит поэтому я на себе не ощутила никаких изменений но я как и все читала истории смотрела там в ютубе что и били там белорусские машины еще что-то и как-то не хотели задавать квартиры вот слава богу я с этим не столкнулась а вообще вам получилось удалось ли завести каких-то друзей поляков вот за столько лет пока вы там живете или вы больше общаетесь с русскоязычными своими бывшими друзьями из белорусси может много переехали тоже нет никто так не переехал из друзей мы знаешь как у нас двое детей собака кот мы как-то в своей ячейке нам в принципе хватает общения что касается поляков ну муж с шефом например там общается я тоже со своей начальницей вот с бывшей общались и на корпоративы мы ходили но так прямо сказать что мы ходим арендодатр который у которого мы снимаем квартиру тоже семья тоже мы хорошо общаемся и если какая-то в чем-то помощь или что-то нам понадобится все всегда ну как бы готовы помочь вот но сказать что у нас какие-то друзья есть поляки которым мы ходим нет нету но в принципе у нас и вообще таких вот друзей здесь не появилось мы уже наверное ну не в том возрасте как бы это не звучало чтобы прям заводить таких близких друзей у нас есть в беларуси друзья скажи вкратце сколько стоит вот еда допустим интернет телефонная связь какие-то вот проезд такие бытовые обычные вопросы ну если на доллары переводить проезд это будет около двух долларов на автобусе что касается еды я сравнивала еду стоимость еды в беларуси и здесь оказалось что беларуси даже дороже хотя ну соотношение зарплат конечно ну понимаешь что здесь зарплаты все-таки выше чем беларуси вот самая большая стоимость здесь за аренду очень дорого стоит и если приобретать недвижимость то тоже цены космические вот так в принципе продукты одежда все это доступно интернет тоже сколько мы платим это на доллары может 15 долларов в месяц понятно хорошо вы скажи пожалуйста сколько примерно человеку одному нужно зарабатывать для того чтобы нормально жить двум человек двум людям хорошо представим что это семья из двух людей и вот сколько им минимально нужно зарабатывать чтобы не выживать нормально жить это очень сложный вопрос потому что здесь например у тебя открываются такие возможности вот мы там захотели выходные поехали в берлин захотели в венецию то есть но если такая семья которая привыкла путешествовать да то им конечно же больше нужно денег ну а так если на квартиру и на еду ну наверное ну тысячи две долларов хватит это без без путешествий без каких-то там развлечений без ежедневных ужинов в ресторанах а если вот допустим два человека работать на минимально оплачиваемым на минимально оплачиваемой работе это реально ли иметь 2000 ну думаю да примерно и есть здесь минималка минималка такая есть я думаю но может быть чуть меньше хорошо расскажи пожалуйста вот твои впечатления от переезда вот ты переехала ты до этого до переезда была когда-нибудь в польше или ты просто впервые туда поехал нет мы были в польше на экскурсии но никогда как бы не рассматривали мы играли в грин карту хотели в америку переехать модно это что ли считалось как то вот но мы играли уже 10 раз и не выиграли поэтому подумали наверное это не наш путь потом у нас была проба переезда в канаду мы нашли работодателя для мужа сделали все документы он все подготовил и нам отказали в визах в беларуси в восемнадцатом году ну и потом мы уже подумали лучше синица в руках чем журавль в небо куда бы нам поехать ну и вот выбор больше потому что ну как бы понимали что будет проще легализоваться поэтому мы переезжали вообще без всяких ожиданий нам просто хотелось попробовать чего-то нового вот но мы не разочаровались то есть польша польша хорошая страна для жизни нету здесь ничего такого чтобы вот нам критически не нравилось конечно есть свои там минусы плюсы в беларуси мы увидели какие-то плюсы которых не видели когда там жили вот но в целом очень хорошая спокойная чистая страна понятно скажи пожалуйста сейчас если какие-то сложности ездить в беларуси обратно вообще какие-то у вас есть сложности трудности или нормально все нет никаких вопрос ну морально иногда сложно в плане что в беларуси очень все меняется и там приедешь ли ты обратно в польшу ты никогда не знаешь то есть ты не можешь быть уверен что ты нормально заедешь и выедешь вот что касается границ то тоже постоянно какие-то то есть сегодня там границы открыты завтра вдруг их закроют сейчас только один переход открыт но в принципе все кто ездят как бы нормально ну просто на границе можно отстоять там не три часа десять например вот в этом сложности сложности в изменчивости всей этой ситуации хотя сейчас вообще ничего постоянного нету и ты не знаешь как там завтра что будет согласна я даже тоже не знаю когда мне получится поехать домой и вообще получится ли или нет ближайшее время да это сложно конечно так поняла как часто вам получается ездить вообще домой или ездите ли вы часто или нет ну вот за три года я три раза съездила ну и сразу год была ну и летом планируем надеюсь что все получится потому что я конечно очень скучаю по маме по бабушке хватает здесь а как вообще дети вот допустим они вот твой младший сын ты говоришь что очень хорошо знает сейчас польский как он вообще русский он не забывает с ним дома на на русском говорите наверное конечно на русском и когда мне говорят а вы там дома не на польском я говорю да вы что зачем я буду дома на польском конечно на русском нет язык он не не забывает единственное что проблемы с письмом то есть прописных букв он у меня такой со сложным характером и заставить его сесть и прописи писать невозможно потому что во первых прописи не пишут в школе в польской то есть тут такое обучение ну как бы уроки вот он ни разу еще за три года не делал дома то есть они там все в школе успевают делать прописи они тоже не пишут до сих пор пишут карандашами чтобы можно было там стереть исправить ну в общем я даже не хочу углубляться потому что ну сразу начинаешь думать что вот в беларуси система образования лучше но как говорится не хочешь хочешь быть счастлив не сравнивай поэтому я не сравниваю эти системы образования уже мы приехали в польшу пускай учатся так как здесь здесь же тоже вырастают нормальные люди и учатся где-то и становятся специалистами поэтому так поэтому заставить его писать русские буквы я не могу ну как как он говорит что это все равно уже ненужный ненужное знание что печатать он умеет клавиатуру русскую он знает понятно скажи пожалуйста что было вот самое тяжелое в самом начале вашего пути вот не знаю вот когда вы уезжали из дома морально было ли тяжело и вы думали ли о том что если что вернемся обратно если вдруг что-то пойдет не так ты знаешь мы все продали ну то есть решили что едем в одну сторону вот первое там первые несколько недель было такое ощущение туриста там аквапарки зоопарки все вот это вот все очень интересно а потом да потом накрыла такая тоска что мне кажется если мы там не попродавали все я бы поехала бы обратно потому что мне так было тоскать как-то языковой барьер очень сильно конечно прибивает и ну просто ты знаешь что ну как бы ты не тупой человек а чувствуешь себя реально тупым потому что тебе какие-то простые вещи говорят а ты просто не понимаешь что это и как вот наверное языковой барьер самое сложное а уезжали мы без особой грусти ну как бы понимали что перед нами что-то новое интересное а вот потом через год когда я уже съездила в беларусь и вот второй раз уезжала вот тогда было очень тяжело да это конечно самое сложное на нас родными близкими расставания хотя у тебя есть своя семья в принципе да ты все равно скучаешь о своих родителях у меня еще есть последний вопрос какие-то советы людям которые переезжают в польшу можешь дать несколько советов знать зачем вы это делаете потому что если вы не знаете для чего вы переезжаете то потом ну как бы вы будете себе отвечать на вопрос зачем вы это все сделали потому что поначалу я говорю что сравниваешь и кажется что в твоей прошлой стране ну многое было лучше вот как бы а если уже переехали то не сравнивайте живи будьте открыты ко всему новому учите язык и и наслаждайтесь жизнью отлично что-то может быть нужно подготовить до переезда язык выучить или не знаю там деньги ну на моем на моем примере я язык не знала нормально здесь он учится вообще очень сложно заранее учить язык когда ты не в среде находишься ну конечно можно позаниматься готовить документы всякие а по стиле делать переводить на все что только можно что думаешь что потом пригодится потому что отсюда уже решать какие то вопросы с документами там с белоруссию или с другими странами тяжеловато понятно хорошо спасибо большое за уделенное время я была рада с тобой поговорить потому что в тот раз мы узнали все только обо мне в этот раз теперь узнали о тебе приятно было познакомиться пообщаться поэтому спасибо еще раз и мы увидимся с твоей собачкой миленькой в другой раз еще до следующих интервью встретимся тебе тоже спасибо и процветание твоему каналу действительно очень интересная рубрика я смотрю про все страны